Девушки отдыхают Добро пожаловать в Дом Живых Историй. Меня зовут Николай Лазовский. Я Оксана Ратушная. Здравствуйте. Если вас волнуют вопросы, как сделать мирным климат в вашем доме, как избежать конфликтов и насилия, эта передача для вас. Да, друзья, сегодня мы услышим ответы на наболевшие семейные вопросы. Помните легендарный фильм «Кавказская пленница», где в очень комичной форме были показаны некоторые кавказские обычаи создания семьи? Девушку выкрали, держали в заперти, задабривая ее подарками и принуждая дать согласие ухажеру. В кино все выглядело вполне безобидно и даже смешно. Но в реальной жизни не всегда так. И любой, даже самый маленький конфликт в семье может закончиться трагически. Давайте посмотрим не очень смешную историю Елены Исаевой. Постоянные унижения, постоянные побои, скандалы, когда тебя ни во что вообще не ставят, что ты никто и ничто, и зовут тебя никак. Ты не имеешь никакого права голоса вообще в доме, ничего вообще лишний раз говорить. И я поняла, что не хочу просто жить, для чего у меня общая жизнь. Лена Исаева, еврейка по национальности, родилась и выросла на Кавказе, в городе Дорбент. Отец Лены часто пил, поэтому с раннего детства девочка была свидетелем постоянных скандалов между родителями. Всегда мечтала, чтобы была спокойная жизнь, прийти домой, прийти спокойно, не слышать вот эти крики, скандалы. Естественно, мечтала о хорошем муже. Он любил, конечно, заботился. Лена надеялась, что замужество избавит ее от страданий. У нас на Кавказе девушка, ну, там, говорят знакомые, там, парень ищет девушку, знакомые говорят, вот там есть такая девушка, пойди, посмотри. Посмотрели, как на вещь, можно сказать. Понравилось, пришли, мы поговорили. Любви так таковой не было, естественно. Я уже готова была за первую попавшуюся выйти замуж, чтобы жизнь изменилась. Но вскоре Лена поняла, что допустила серьезную ошибку, выйдя замуж за нелюбимого человека. К тому же муж стал злоупотреблять алкоголем и изменять ей. Когда я в первый раз узнала о том, что он изменяет, мне был шок, потому что, ну, у нас был возраст, 13 лет разница между нами был, на 13 лет старше. Естественно, я не понимала, когда в доме есть молодая жена, вот, и я не понимала вообще этого, я хотела бежать. Но побег был невозможен. Лену держали под замком, и без разрешения мужа она не могла выйти из дома. О разводе же не могло быть и речи. Воспитание такое, ты выходишь замуж, это навсегда, это один раз в жизни. И я не имела права даже говорить о том, что я хочу развестись. Лена изо всех сил терпела издевательство мужа. А он, чувствуя безнаказанность, еще больше издевался над ней. И за малейшее неповиновение избивал. Просто я настолько привыкла, что меня бьют, что я уже особо и не отпиралась. Единственное, что у меня с детства был страх, я пыталась сохранить свое лицо, чтобы лицо не было поранено, чтобы не был нос поломанный. В последнее время это практически было каждый день. Последней каплей для Лены стало, когда муж бросился на нее с ножом за то, что она без его разрешения вышла из дома. Я 8 месяцев сидела заперти. 8 месяцев он меня никуда не выпускал. Я помню, был вечер, и Сахнут, еврейская община, устраивал вечер, еврейский праздник. И подруга пригласила меня. Но я уже решила, думаю, будь что будет. Когда Лена с детьми вернулась домой, праздник закончился. Муж стал жестоко избивать ее. Однако этого ему показалось мало. Он схватил нож и приставил к горлу Лены. Молодая женщина оказалась на волосок от смерти. Ее спасла дочь Лаура, которая в истерике упала на нее и крепко обняла. Понимала, что я вышла замуж, я должна терпеть. Вот у меня мама всю жизнь терпела, и я должна терпеть всю жизнь. Ну, потому что постоянное унижение, постоянное оскорбление. И когда мужчине нет разницы, перед кем он тебя унижает, перед кем он тебя оскорбляет. И потом я стала понимать, что я больше так не могу. Не желая мириться с такой участью, Лена неоднократно пыталась покончить с собой. Последний раз уйти из жизни она пыталась с помощью пачки димедрола. Я высыпала этот тюбик, я уже все, не хотелось жить. Я закрыла глаза, и в этот момент просто я оказалась такой маленькой, очень маленькой. И смотрю, большой стоит пук в белом одеянии. И на одной руке Господь держал одну дочь мою на ладони, старшую, Лаура. А на другой руке он держал Соню, младшую мою дочь. И Господь сказал, что просто он пришел и показал, что мне есть ради чего жить и ради кого жить. И что он не стоит того, чтобы я поканчивала жизнь самоубийством. Лена мечтала о разводе и переезде в Израиль, где на тот момент уже жили ее родители. Мама Лены посещала там христианскую церковь. По ее просьбе вся церковь молилась и держала пост за Лену. И спустя полгода муж согласился дать развод, и Лена с девочками переехала в Израиль. А я вам скажу, что я не была счастлива. Я в своей жизни была настолько побита просто жизнью. И постоянно вот этот замкнутый круг, семья мужа, семья, дети, дом. Я ничего вообще практически в своей жизни не видела. Я настолько была ожесточенная. Я хотела сдать своих детей в интернат и жить так, как я хочу, ходить, куда хочу, делать, что я хочу. Узнав о намерениях дочери, мама стала молиться, чтобы она пришла в церковь. Долгое время Лена не соглашалась, боясь потерять свободу, о которой так долго мечтала. Так считала, что никто не имеет в мою жизнь вмешиваться. Я, моя жизнь, мои дети, моя семья. После того, что я пережила свою жизнь, я боялась, чтобы меня будут опять контролировать. Все же после долгих уговоров Лена согласилась прийти в церковь. Я даже не помню, что за проповедь была, но я помню, в этот момент Дух Святой коснулся меня, и меня что-то потянуло. И я покаялась, сокрушение было очень сильное, я сокрушалась перед Господом, я плакала, у меня просто вся картина, вся жизнь просто пробежалась. Я чувствовала на тот момент, что Бог меня любит. Я просто ощутила тогда отцовскую любовь, настоящую отцовскую любовь, что Бог меня любит, и что Он меня ждал. Сегодня Лена воспитывает своих дочек, Лауру и Соню. Они вместе ходят в церковь и читают Библию, откуда черпают силу, радость и любовь. Недавно у Лены была помолвка с молодым человеком, которого она встретила в церкви. Когда я только пришла в церковь, для меня этот парень был вообще близок по сердцу, как брат. Почему? Потому что я с Кавказа, и он был с Кавказа. И для меня это было свидетельство, что кавказский парень и ходит в церковь, для меня верующий в Иисуса, и для меня это было вообще чудо просто. Ко мне стал подходить не с позиции девушек, именно как к девушке, а именно к моим детям. Он начал искать подход к моим детям. Стал дружить с моими детьми, общаться, забирать их. Я очень счастлива, рада, что Господь именно его подарил мне. Я верю, что это тот человек, о котором я всегда мечтала. Иисус нашел меня. Иисус вытащил меня из того болота, в котором я находилась. Из того ада, можно сказать, на земле, где я просто... Это был ад. Но это уже совсем другая история. История, которая называется «Кавказская свободная женщина». Как хорошо, что большинство наших историй заканчивается оптимистически. Но представьте себе, если Лена называет это адом на земле, то что такое ад на самом деле? Да. Не дай Бог туда попасть. Давайте подведем итоги. Во-первых, не нужно выходить замуж или жениться, чтобы сбежать от родителей. Во-вторых, нельзя создавать семью без любви, потому что супружеские союзы заключаются на всю жизнь. И, в-третьих, если вы уже находитесь в семье в таком рабском положении, это не значит, что так будет всегда. Потому что Бог создавал семью как обитель любви, покоя и счастья. Даже если сейчас рядом с вами никого нет, Бог всегда рядом. Также вы можете позвонить нам или написать, чтобы мы могли молиться за вас. С нами можно связаться и через сайт истории.тв. Увидимся через минуту. Далее в программе. Как прекратить семейные бои? Интервью с гостями студии. Строят одно общество, а не строят будущее. Человек рожден для счастья. Поэтому у каждого есть шанс сделать свою жизнь радостной и счастливой. Как? Звоните, пишите, чтобы узнать больше. Наш телефон 8 800 299 88 бесплатный по России. Сергей и Анна Гусач. 17 лет в браке. Родители пятерых детей, пасторы церкви, консультанты супружеских пар. Несут служение в восстановление семей. Друзья, мы хотим представить вам наших гостей Сергея и Анну Гусач. Добро пожаловать в Дом живых историй. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь уже завсегдатые. Ну, одна из самых популярных тем, которые любят поднимать наши телезрители и задавать вопросы, это семейная тема. Я знаю, что вы специалисты. Ответите на несколько вопросов. Постараемся. Вопрос из медиафорума «Задай свой вопрос Богу». Жена забеременела от другого. Могу ли я развестись с ней? По букве «законом» можно. Библия говорит о том, что если жена или муж есть измена, то можно разводиться. Но часто бывает, что жена изменяет мужу или муж жене, потому что другая половина что-то делает не так. Провоцирует каким-то образом. Совершенно верно. И здесь мужу нужно задать вопрос. Действительно, что-то он сделал такое, что она толкнула ее на измену. Женщина, она нуждается больше во внимании. Она нуждается в ласке, в хороших ободрительных словах. Любит ушами. Да, она любит ушами. Возможно, она именно этого не имела. И именно это толкнуло ее на этот шаг. Возможно, на ее пути встретится человек, который заполнил эту пустоту, которая была. Да. Может быть, он в чем-то был даже хуже ее собственного мужа, но умел красиво говорить и вот так обольстил. Да. Мы, конечно, не оправдываем поступок женщины. Да. И измена в любом случае – это плохо. Но если жена в данном случае не блудница, не гулящая женщина, но так произошло, ему стоит посмотреть свое сердце, стоит посмотреть, действительно ли между ними есть любовь. Да. Так, один из самых болезненных вопросов, которые задают женщины, почему тот, кто в день свадьбы носит их на руках, через каких-нибудь пару месяцев уже побивает любимую половину? Ну, я думаю, что одна из причин, почему мужчина поднимает руку на женщину, это то, что он не знает, что дальше делать. То есть это для него… Это слабость, это безвыходность, это в порыве действительно слабости, он не знает, что еще можно сделать, чтобы что-то изменилось. И отчаяние. Отчаяние, да. Проблема в том, что… Прошу прощения. Проблема в том, что… Проблема в том, что… Многие женщины не понимают, что мужчина нуждается больше в уважении, нежели в любви. В каком смысле? Была такая статистика. Взяли 10 тысяч мужчин и спросили у них, что вы предпочитаете, чтобы вас жена больше любила или уважала? 80% сказали, чтобы уважала. Часто женщина сравнивает, жена сравнивает своего мужа с другими мужчинами. А вот Петр делает так, а вот Иван делает, он такой, он посмотри на нашего соседа, посмотри на того. И мужчина в отчаянии, потому что он понимает, что он индивидуальность. Бог не создавал людей, как шаблоны. Он не колонировал людей. У каждого есть свои таланты. И мы должны понимать это, и женщины должны понимать, и мужчины понимать. Что мы дополняем друг друга. Муж и жена друг друга дополняют. И если мы воюем с друг другом, хотим, как-то требуем чего-то друг от друга, то возникают проблемы. Есть разница, что такое похоть и что такое любовь. Похоть она всегда берет, а любовь она дает. Если я выхожу, женюсь с таким мышлением, с такой мыслью, я хочу преобразить жизнь моей жены. Я буду счастлив. Почему мужья бьют своих жен, почему семьи распадаются? Давайте посмотрим, что думают об этом наши соотечественники. Давайте. Это, наверное, из-за алкоголя, скорее всего. Потому что мужчины пьют, и, наверное, им плохо на работе, они на жене вымещают свою злобу. Образование у нас недостаточно, и культура недостаточно. Мужчина чувствует себя слабым. Он не может доказать свое, так сказать, лидирующее положение перед женщиной, кроме того, как кулаками. Только от этого. Я взагалі не розумію, як можна жінку бить. Можна сказати, що сіп, а шобі не бить за віщу, але це взагалі це дикість. Ну, я считаю, що це дефект в мужському поведенні, я б таких сам бил був. Женщина, она все-таки должна быть чуть-чуть умнее і сладить всю ситуацию, щоб не доходило до рукоприкладства. Разводиться, потому що не знає, що таке сем'я. Можна ли прекратити ці бої коли-нібудь? Тобто ніхто ж не хоче бить пораженним, все хоче бить победителями, і за кожним должно остаться «последнє слово». Що робити? Ну, «последнє слово» должно бить за Богом. «Последнє слово» должно бить за Словом Божьим, іначе ми не виростем. Ми виросли в такій системі, коли говорили, прежде думай о родині, а потім о себе. Ти не думай о себе, тому що комсомол, піонерія, производство, не, не производство, а комсомол, піонерія, вони виростуть твої дітей. І получается, мама з папою работали, 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 і дома ніколи не були, будемо говорить так, як кормильці, але не папа з мамою. І тому возникають такі проблеми. ми должны понимати сьогодні, що муж з жінкою строят одне общество, а не строят будущее. тому кожен візьми на себе відповідальність і думай, як я можу змінити життя моєї половинці, як я можу зробити її краще. коли я жінювся, я читав багато книжек, я думав, у мене буде счастливий брак, все буде нормально, але коли ми поженились, ми були счастливі коротке час. і потім я зрозумі, що моя жена мене не уважає, не ценить мене, а потім я зрозуміл, що я її не люблю. Тобто ви на практиці прошли весь цей путь? У нас така війна була хороша. Ви не исключение? Нет, конечно. Але то, що мені помогло, то, що я заглядывав в Библию, я искал міста із Писання, які говорили мене о тому, що я должен преобразити свій характер. І доверяя Богу, і любя свою жену, наша ситуація змінюється. Ради чого? Ради чого все це? Некоторі думають, да я разведусь второй раз женюсь, а потім опять конфлікт, і та я разведусь, опять женюсь, як таразі. Ради чого терпеть? Ради чого страдати? Я живу ради Бога, зменяя, улучшаю життя моей жены. Я люблю мою жену, але якщо я поставлю її в центр і говорю, я живу ради Тебя, і она що-то зробить не так, як я хочу, життя не состоява. Тебе розчаруєшся. Тобто треба в центр ставити того, в ком не розчаруєшся. Совершенно верно. Моя кредо, мій смысл жизни, мій стиль – влиять. Тобіше, якщо моя чаша де-то пуста, я задаю вопрос, почему она пуста? Я не можу пити від свій жены, я должен пити від Бога. І коли я наполню свою життя Богом, його присутнім, його любов'ю, його мудростью, його введенням, я можу це злить на свою жену. Анечка, а як жена поступає? В данном случае она только пьет? Можна ли це переложити до женщини? Я думаю, що тут відбувається як в сообщаючіся сосуди, тобі ти даєш і ти получаєш. Понимаєте? І то, що ми зараз робимо, ми учимося общаться, ми учимося говорити друг з другом. Якщо щось мене не устрає, я це не держу в себе, я не даю себе цих обид, я вношу це на світ. Я говорю, Сергей, я з цим не согласна. Але я говорю це, знаєте, один на один. Ні при ком, ні при людях, якщо мені щось не подобається. Ми, коли ми остаємся один на один, і я вижу, знаєте, підходящий момент, коли мій муж готов принять этот мене. Я йому говорю. Т.е. ми учимося общаться, ми учимося вот этой коммуникації, тому що, якщо я не знаю, чого він хоче, як я можу йому це дати? Мудрая жена, она устроєє дом, она його строє, а глупая, она його разрушає. Своїми уставами. І чому-то це написано тільки про жінчину тут. Да. Хороший вопрос. Тому що, часто жінки не понимають, що слово жінки для мужа дуже важливо. Да. Можуть весь мир говорити гадости о муже, і це сводить з нього, як з гуся вода. Але коли жінка говорити, це тяжело. Тому що Библия говорить, ми одно целе. Т.е. ти як би сам о себе говориш. Да. Тому багато жінки считають, що голова – це муж, а шея – це она. Тому що вони знають, що влажене влажене в жінчину, що вона може влиять. Тому що не розуміють, через що вона влияє, а вот через що вона влияє, через язик влияє. Завершенно верно. У мене була така ситуація, коли я разговаривав с одним служителем. Он говорит, у мене тяжело, у мене проблеми с отцом. Отец неверующий, і він ушел от мамы. Як не любити його, уважати його? Я говорю, в чем вопрос? Он говорит, моя мама верующая, але она никогда не сказала ни одного хорошого слова ободрению отцу. Он 7 лет ждал, 7 лет она была верующая, і він просто ушел. Я говорю, почему он ушел? Спрашиваю, почему? Он говорит, эта женщина каждый день проводит с ним время. Она каждый день его ободряє. Она каждый день ему говорит, милый, хороший, ты у мене самый лучший. Может, он не самый лучший, но она дает ему крылья. Это то, что должна понимать каждая женщина. Абсолютно. Нет одинаковых для всех рецептов счастья. Возможно, вы думаете, у мене случай не из легких, мне никто не поможет. Есть тот, кто может помочь вам в любой ситуации. И для него нет ничего невозможного. После воскресения Иисуса Христа и Его вознесения Отец Небесный послал нам в помощь Духа Святого. Давайте обратимся к нему. Сергей, Аня, пожалуйста, помолитесь за наших телезрителей. Спасибо. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, что Ты создал нас по образу, по подобию Своему. Да, Отец. Спасибо. И Ты есть Бог-любовь. И Ты создал мужчину и женщину в Эдемском саду, чтобы между ними были любовь и согласие. Да. И за это умер и Иисус Христос, чтобы каждая семья получила восстановление. И мы сегодня молимся во имя Иисуса. Да. Дух Святой, перекоснись к каждой семье, к каждой женщине и каждому мужчине, который смотрит сегодня нашу передачу. Да. Пускай к ним вернется Твоя надежда, Бог. Твоя любовь. Да. Дух Святой, покажи каждому человеку выход. Покажи, Дух Святой, как им двигаться, что им делать, что им говорить, чтобы их жизнь была преображена, чтобы каждая семья получила благословение, чтобы каждая семья увидела, Господь, Твою руку, Твою заботу, Твою любовь, чтобы они славили Твое Святое Имя. Спасибо Тебе, Отец Небесный, за Твою заботу. И пусть прославится Иисус Твое Святое Имя в каждой семье, в каждом доме, в каждом ребенке, в каждой маме и в каждом папе. Да, Господи. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. 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 Мне так сердце возрадовалось, я просто почувствовал, что сейчас многие семьи исцелены. Исцелены. Просто началось исцеление многих семей после этой молитвы. Да. С вами. Крепкая семья, друзья, это залог нашей счастливой и успешной жизни. Забота о семье дает нам смысл. Любите и будьте любимыми. Спасибо, Сергей, спасибо, Анечка, за участие в нашей программе. За участие в вашей программе. Спасибо. Пусть в вашем доме царят божественный порядок и любовь. Будьте благословены и до следующей встречи в Доме живых историй. И на прощание, как всегда, слова Иисуса Христа. Запроведь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы. Да любите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин